Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Татьяна Устюкова, фельдшер-лаборант Рязанской областной клинической больницы. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте! Не так давно вы стали победительницей Всероссийского конкурса профессионального мастерства. Как вы на это решились? Когда вы начали принимать в нем участие? Сколько было этапов? Расскажите нам об этом. Да, все правильно. Был такой конкурс. В феврале 2016 года пришел приказ Министерства здравоохранения о проведении этого конкурса. Ну, начальство, руководство нашей больницы выдвинуло меня на этот конкурс, сказала, Татьяна, нужно участвовать. Ну, я, конечно, не могла отказаться. Нужно, значит, нужно. Будем участвовать. И, конечно, цель была победить. Конкурс проходил в три этапа. Сначала был внутрибольничный этап. Было несколько кандидатурного. Всеобщим голосованием трудового коллектива собрали собрание и проголосовали за меня. Следующий был этап. Это областной. Участвовали лечебные учреждения Рязанской области. И на этом этапе я заняла первое место. То есть выиграла областной конкурс профессионального мастерства в номинации «Лучший лаборант». Это, наверное, было не так просто уже, как в ОКБ, да? Здесь уже было посложнее. Да, это было сложно. Нужно было написать работу о своей профессиональной деятельности, все подтвердить фотографиями, документами. То есть, да, если я умею, то я должна это все подтвердить. Если я работаю на этом оборудовании, я должна фотографии предъявить, что да, действительно, я это все умею. Что это за работа? Как диссертация? Прямо она была большая? Долго писали? Да, писала долго. И ночами, и днями, как только находила свободное время, все время писала. Нужно было описать всю свою профессиональную деятельность в этой работе. То есть, начиная от того, как я пришла на работу, приступила к своему рабочему месту, о подготовке. А потом описывала нашу суперсовременную лабораторию, оснащенную по последнему слову техникой. Потому что, действительно, наша крупная больница, ВОКБ, лаборатория у нас на современном уровне. Также отчет за последние три года об исследованиях, которые мы проводим в нашей лаборатории. И как же выявлялся победитель областной? Конкуренты были серьезные. Многих я знала, потому что с какими-то вот... С некоторыми я училась, с некоторыми по работе сталкивалась. Победителя выявляла комиссия конкурсная. Она собиралась из нескольких человек, и они там уже выясняли. Еще также снимался небольшой видеоролик о профессиональной деятельности. Немного о семье нужно было там снять. И немного о хобби, пропагандирующий здоровый образ жизни. И что вы придумали? Ну, вы придумали, тут думать нечего было. Я участвую в группе поддержки хоккейного клуба «Рязань». То есть мы поддерживаем команду, настраиваемую победу, а также зажигаем болельщиков, которые приходят постоянно на хоккей и болеют за родную команду. И как вы это делаете? Ну, у нас есть помпоны, специальные костюмы одеваемся. Хорошо. Когда вы стали победительницей области, дальше как развивалась ситуация? Ну, дальше меня выдвинула больница Ассоциации медицинских сестер, Министерство наше здравоохранение на всероссийский конкурс профессионального мастерства. И тут уже борьба началась серьезнее, потому что конкурс этот очень ответственный, и уже нужно было настраиваться на победу. И что вам помогло это сделать? Что вы особенного сделали? Почему именно вас выбрали? Ну, почему? Я не знаю, почему. Наверное, моя работа им более понравилась. Может, мой видеоролик был лучше. Ну, наверное, я была лучше, потому что комиссия так оценила это. Оценивала комиссия на не пациенты, а профессиональные работники. Расскажите о своей работе. Вот в чем она заключается? Получается, что к вам в ваши руки прямо поступает первым делом пострадавший, обратившийся в скорую помощь и приехавший в больницу. Как дальше с ним идет работа? Встречает его наш медицинский работник, фельдшер-лаборант у дверей приемного покоя. По назначению врача мы берем кровь из пальца, исследуем ее и помогаем врачу в постановке правильного диагноза. Наши исследования выполняются очень быстро, буквально в течение пяти минут. И врач уже может на основании наших анализов поставить правильный диагноз, даже если пациент находится без сознания. Какие, может быть, самые сложные были ситуации? Вы сколько уже работаете в этой профессии? В профессии я работаю 20 лет. Ну, что было же самое сложное, может быть, в постановке диагноза или какие-то сложные пациенты действительно? Ну, пациентов у нас там легких и не бывает. Они все сложные. И мы в процессе работ с опытом, все приходит. И главное, не бояться и не волноваться. Чтобы руки не тряслись, тогда все нормально. Что вам больше всего нравится в вашей работе? Исследования или общения с пациентами или с врачами с теми же? Ну, мне нравится, да, общение с больными. Интересная работа. Вы не устали от этого за 20 лет? Нет, наоборот, мне... Получаешь на работе адреналин, потому что, когда пациент обращается в больницу, он просит помощи и хочется ему оказать эту помощь. А бывают такие, что говорят, я здоров, пойду домой? Бывают. Они... Некоторые просто поступают в приемный покой нашей больницы, когда видят людей в белых халатах, они сразу уже выздоравливают, и сразу им становится хорошо и пытаются уйти. Ну, мы им, раз вы пришли, давайте хотя бы обследуемся, ваш доктор осмотрит, потом уже решит, отпускать вас или нет. Ну, бывает, что в состоянии шока они не чувствуют, что действительно с ними что-то приключилось очень серьезное, да? Да, в состоянии шока они вообще могут встать и убежать, а потом им где-нибудь в дороге станет плохо. Так что там у нас профессионал следит за больными. А где вы учились, чтобы приобрести такую профессию и остаться работать уже в больнице? Я училась в нашем Лизанском медицинском колледже. Специальность фельдшер-лаборант. И как вы дальше теперь планируете развиваться? И вообще довольны ли вы нынешним статусом, вот теперь уже победителя? То, что я победила в этом конкурсе, я очень довольна, горда за себя, за свое отделение клинико-диагностической лаборатории, что я в ней работаю, что я могу стать примером для своих коллег, могу учить молодых специалистов. Ну, а теперь на вас больше легло обязанностей, вас больше требуют или наоборот вас носят на руках? Ну, нет, на руках меня никто не носит, а требований больше. Так как я еще последние два года работаю в своем отделении старшим фельдшер-лаборантом, поэтому на меня обязанности все больше и больше возлагается. То есть вы учите теперь людей, да? Да. И будете ли вы их также отправлять на конкурс, чтобы они теперь занимали такие же позиции, как и вы? Да, обязательно буду их отправлять, помогать, наставлять. Теперь опыт есть, и теперь я знаю, что очень большая конкуренция на этих конкурсах, и возрастают все более жесткие требования, и все тяжелее и тяжелее участвовать, поэтому нужно стараться. Бывают ли сложности какие-то в вашей работе? Если да, то какие, может быть, с чем они связаны в большей степени? Ну, сложности бывают, так как в нашей лаборатории проводится очень много исследований, и поэтому аппаратура летит из строя. Вот это бывает. И бывает вот так вот, раз среди бела дня или ночи может сломаться какой-нибудь анализатор. Ну, и тогда уже наш персонал, так как он очень высококвалифицированный, может все сделать или починить, устранить неисправность этой аппаратуры, или, как учили в колледже, все вручную сделать. То есть без анализов пациент никогда не останется. Ну, а так у нас работает еще всегда инженер, который обслуживает нашу аппаратуру, и он всегда приходит на помощь в любое время суток. Ну, а так вы и своими руками, да, можете провести все эти анализы? Да, если что-то сломается, потому что бывают такие ситуации, или свет отключится, или аппаратура, бывает. Вы лично тоже так можете, да? Да. Приходилось? Да, очень часто. Хорошо получается? Хорошо. Как быстро? Быстро, но даже быстрее, чем на аппаратуре. Минута-две, и все готово. Очень здорово. Мы были рады видеть вас у нас в гостях. До свидания. До свидания. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин